Ориентир на полночь жилевое будовництво Бреста взяло в 2008 году. Право забудовы на место блога военного городка тримала компания по лесу Жилбуд. Будовництво было разбито на три шарги, полночный 1 и полночный 3 уже уведены устрой. У их побудовано свыше тысячи кватер. Еще 270 будет в полночном 2, а пошний дом тут сдадутся в эксплуатацию в наступном годе. По проекте микрорайон выглядит саправдым масштабно, а лишь то одразу кидается в очах – это отсутность инфраструктуры. Забудовщики лечить полночный самодостатковым. В принципе, этот микрорайон насыщен. Рядышком есть садики, рядышком есть школы. Поэтому по застройке и по плотности заселения этого микрорайона, застройка таких учреждений требуется. В районе улицы Красногвардейской есть магазины. Я думаю, что их достаточно. С таким поглядом забудовщиков жихары микрорайона не сгодны. Особливо в острую необходность они отшиваются у объекта Гандлю. Вообще магазинов не хватает. Лучше бы магазин был большой, потому что в магазин ходить некуда. В Евроопт ездим далеко. Можно было бы в какой-нибудь большой гипермаркет. Здесь большого такого хорошего магазина нет вообще. Вот такие небольшие, маленькие и все. А так очень-очень плохо. Хотя мы здесь живем тоже не так давно, но очень плохо. Желательно, чтобы магазин был большой, как Евроопт, или Алми, или Корона, что-то в этом плане. Я живу на втором северном переулке. Там переулки, 7 переулков. Ну, действительно, тут нет, в том, что не хватает, только один магазин. Один невеличкий магазин-продтовары на Червонохвардейской, конечно, не задовольняя потребы микрорайона, как и расти. Магазины на першем, по версии, одного с дому у полночных и один уразлик брать с нельга. Стык, что тут разместились, а не водного продуктового. Не выпадково жихары микрорайона отшивают себе обделенными. Когда взять, например, микрорайон Ковалева, тут магазины на каждой улице. Причем немаленькие супермаркеты буйных гандлевых сеток. Достатково таких объектов инфраструктуры и в микрорайоне Усход. Сегодня уже не скардятся на недохоб магазина уже хары в Ульке. Сюда чекается и микрорайон полночных великих гандлевых объектов. Место подъеху на карте Бреста выделено. Участок на остановке Мостовая был предоставлен для проектирования строительства торгового центра «Алми». Но, по-моему, полтора года назад «Алми» в связи с кризисной ситуацией, экономическими ситуациями отказались от этого участка. И участок, в общем-то, сегодня опять оказался свободен. Мы его выставляем, предлагаем инвесторам. Помимо этого, есть еще на улице Красногвардейской здание бывшей казармы в таком полуразрушенном состоянии. Вот там, в принципе, могло бы быть кафе. Место подбудовництва гандлевого объекта есть. Шмат населенность нового микрорайона плюс наявность побыч чехуночного вокзала робить его досыть выгодным. Сегодня справа за инвестором. Жихары полночных спадзяются, что его не придется чекать долго. Людмила Салзина, Александр Севицкий, Тигра Накопянтеля, Радиокомпания Брест.